Вау! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные обучающие видео. Сегодня я ознакомлю вас с уникальной методикой. Она позволяет в кратчайшие сроки, буквально за время, пока длится это видео, раскрыть сущность гитарной фразировки. И уже сразу после просмотра вы сможете взять в руки электрогитару и попробовать применить эти принципы на практике с бацов охуенная рок-н-ролльная соло. Итак, приступаем. Эта методика называется методика трех дегенератов. Что это такое? Это три персонажа, три антигероя, которые были воспеты советским кинематографом. Трус, балбес и бывалый. Бывалый это хряк-пахан. У него низкий голос, поступь тверда и его высказывания не поддаются обсуждению. Кто такой нас балбес? Это средний по значимости, по весу персонаж, верный соратник бывалого, его подельник. И замыкает эту троицу. На низшей ступени в их иерархии находится Трус. У него характер неуравновешенный, истерический, и голос высокий, пронзительный, визгливый. Теперь нужно колорит этих трех персонажей переложить на гриф электрогитары. Для этого вспомним, что я вам рассказывал в предыдущем видео, когда говорил о минорной пентатонике. Я говорил, что это основа жизни любого гитарного дрочера, и теперь мы как раз ею и воспользуемся. Например, возьмем минорную пентатонику в тональности си. Напомню, что нам нужно знать не только в этой позиции минорную пентатонику, но и в этой, и еще и в этой. То есть здесь и здесь. И не только знать эти позиции, но и знать, как называются, ступени, которые здесь используются. 1, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7, 1. И так далее в этой и в этой позициях. Кроме того, обязательно нужно владеть такими приемами, как вибрато, рейк, палм-мьют и так далее. Вот, например, глиссанда. Я только что вниз такой сброс сделал. Если вы владеете этими приемами, то можно приступать. Нужно расселить этих персонажей теперь по грифу, где у нас живет бывалый. Он у нас находится в самом низу, самый низкий голос, он хряк-пахан. Что у нас тут происходит? У нас тут пятый и седьмой лады на шестой и на пятой струнах. Это ступени номер 7, 1, 3, 4. Теперь те же самые ступени, но на октаву выше. Это лады получаются у нас 7, 9, 7, 9. На струнах номер 4 и 3 это у нас балбес. У него голос в среднем частотном диапазоне. Вот он. И теперь истерические вопли труса укладываются у нас как раз на первой и второй струнах. Здесь ступени номер 7, 1, 3, 4 находятся на ладах номер 10 и 12. Вот. Теперь нужно заставить эти три прямоугольничка, которые мы видим на грифе гитары. Вот смотрите, один прямоугольник. Через октаву второй прямоугольник. И еще через октаву третий. Все, больше никакие ноты вообще нам не нужны сегодня. Теперь нужно заставить их друг между другом перекликаться. Перетекать один в другой. Логично. Для этого нужно заставить этих персонажей разговаривать. Как мы это сделаем? Представьте, вы каким-то образом очутились в их тусовке и спрашиваете. Вот сидите на блатхате перед столом на ящиках перед ними и спрашиваете у них какой-нибудь один из вечных гитарных вопросов. Влияет ли дерево на звук электрогитары, спрашиваете вы. И, естественно, каждый из этих троих персонажей посылает вас нахуй, но каждый делает это по-своему. Начинает это дело балбес. У него в серединке голос находится. Вот он. Пошел нахуй. Дальше, медленно поднимаясь из стола, показывая свое пузо, встает бывалый и говорит. Пошел нахуй, бля. И потом опять повторяет свою фразу балбес. Пошел нахуй. И потом нервы не выдерживают у труса. Он вскакивает и кричит. Да, да, да. Таким образом у нас уже получилось практически соло. Теперь осталось только сыграть это ритмично. Пошел нахуй. Пошел нахуй, бля. Пошел нахуй. Да, да, да. Пошел нахуй. Пошел нахуй, бля. Пошел нахуй. Да, да, да. Все. Сейчас сыграю исключительно на гитаре. Уже не буду озвучивать словами эти реплики трех разных персонажей. Вот. Как мы видим, я применяю один и тот же паттерн. Сначала этот паттерн использует балбес, потом то же самое переношу на октаву ниже. Только дважды теребонькую третью ступень. Такой он же бывалый, он добавляет бля в конце, чтобы его слова не подлежали обсуждению. И в конце концов я даю слово уже трусу. И трус, он что-то новое привносит в эту картину. Мы делаем бэн с четвертой на пятую ступень. И вибрато на третьей ступени. Или вот такую ферню, где елозим между третьей и четвертой ступенями. Все. Как я говорил, всего лишь три прямоугольника, если разглядеть на грифе. Один прямоугольник через октаву другой и еще через октаву третий. То этого достаточно, чтобы придумать музыку. Достаточно просто представить себе троих персонажей. Трус, балбес и бывалый, которые ведут какую-то, значит, беседу. Ну, в данном случае беседу с вами. Вот, собственно, и все. Берите в руки электрогитару и пользуйтесь вот этими тремя ячейками, в которые уже будете запихивать свои ноты. Не обязательно именно эту использовать, матрицу, так скажем, и на этот шаблон. Можно... Я сейчас прямо, буквально, вот, что называется, из-под волос захуячил что-то. Можно захуячить еще что-то. Пожалуйста. Еще аналогичный риф получился. Вы можете дальше расползаться вокруг этих позиций, добавлять туда любые ноты, соль, перец по вкусу. Насколько угодно многословными могут быть эти три персонажа. Как угодно витьевато может быть их речь, но все равно держите в голове три позиции, которые ведут друг с другом диалог. Одна позиция здесь, другая здесь и третья здесь. Если у вас будут по очереди говорить эти три персонажа, то вы сможете воплотить в жизнь, собственно, принцип гитарной фразировки. Ну, скажем так, один из принципов. Безусловно, гитарная фразировка это нечто гораздо более глубокое и сложное, чем я сейчас объяснил. Но, тем не менее, это будет великолепный первый шаг. Так, на этом все. Теперь приступаем к минутке агитации. Я хочу вам всем напомнить, что я отвечаю ВКонтакте очень-очень долго. По скайпу тоже дохуя долго отвечаю. Могу даже вообще не ответить, пропустить, потому что поток сообщений большой. Так что, если кому-то требуются уроки, например, по заочке, то пишите Анастасии, она ответит всем по поводу уроков. Ссылка дана в описании. Также жамкайте теребоньку, подписывайтесь на мой канал, ставьте там себе эти уведомления, ставьте лайки, хуяйки, комментируйте мои видосики. И я вас всех люблю, целую, обнимаю, да пребудет с вами ятицкая сила. Пока!